На подкладке. Верхнее платье называется сюрко. Это дикий золотой шок. Обязательно ставился на подкладку изольная лихлопка. Обратите, пожалуйста, внимание на длину всех платьев, как верхнего, так и нижнего. Платья должны волочиться по земле. Основная концепция костюма в 13 веке состоит в следующем. Тело — это сосуд греха. И надо его получше закрыть. Костюм не должен быть усажен по фигуре, как привыкли мы видеть это сейчас. 13-вечный костюм — это такой себе вполне мешок. Но, конечно, он не скрывает прекрасных форм, прекрасных дам. Даже так. Прошу аплодисменты. Расскажите, пожалуйста, про головной убор и его обязательное наличие. Да, конечно, волосы нужно было закрывать. Но юным девам делались исключения. Они могли показывать свои волосы. Угодно было завивать их кудре. Но платок обязательно должен быть. И мог присутствовать также венец из драгоценных медаллов. Их украшали драгоценными камнями. Как вы видите, это вот сейчас. И обязательно платок, чтобы кидать его рыцарью. На манжетах, на руке, на рукаве, на вороте присутствовала богатая отделка. Допускался штамп на шелке. Штамп производился масляными красками. В общем, вот как-то так и все это выглядело. Поблагодарим главу суда дам. И я попрошу следующую даму пройти сюда, на ресталище. Могу я попросить вас взять свой прекрасный плащ? Прошу, давайте сейчас на секунду превратим ресталище в подиум. И я попрошу наших прекрасных дам немного покурсировать, походить красиво. Походка от бедра. Но не забываем про скромность. В 13 веке это было модно. Прошу, давайте пройдемся сюда, чтобы все зрители могли видеть. Не надо, не надо. Здесь мы видим нижнее платье. Оно называлось котто. Оно также выполнено из шелка. Богатая отделка по городу, по рукавам. Все это натуральный шелк. Допустимо использование небольших, маленьких, таких латунных или из драгоценных металлов пуговичек. Модным считалось прилегание рукава снизу и более его широкая часть ближе к верху. Опять же, обращаем внимание на длину. Платье волочится по полу. Очень неудобно, но, к сожалению, это так. Таким образом, знатные дамы также показывали свой статус. То есть, они могли показать, что им совсем не надо работать. То есть, у них столько денег, что платье из драгоценного шелка может просто волочиться за ними по полу. Ничего страшного. Служанки все отстирают. Также на даме вы можете видеть аманьер. Пожалуйста, приносите аманьер. Это такие небольшие сумочки. Тоже могли украшаться шнурками, кистями, усинами. В них дамы носили какие-то свои маленькие личные вещи. Например, цера. Цера – это небольшая дощечка. Она используется со времен античности. Это кусочек дерева, который покрыт воском, перемешанным с черной краской. Для письма на цере использовался стилос. Стилос делали из кости или из дерева. Вот у нас дама помогает маршалам вести турнир, помогает записывать очки и делает какие-то свои личные отметки в этом, так называемом, средневековом блокноте. Пояс вы можете видеть. Поясы становятся короткими, но в XIII веке, опять же, длиной пояса можно было показать статус его обладателя. Чем длиннее пояс, тем больше денег, тем больше накладок можно на него закрепить и прикрепить красивый какой-то хвостовик и пряжку. Также на пояс мы часто крепили четки. Четки нужны были для того, чтобы считать определенное количество молитв и не сбиваться. То есть, да, мы перебирали их в своих руках, и как только они перебирали одни бусину, они читали какое-то количество молитв. И также мы видим дорого украшенный плащ. Это специальная парча шелковая, посмотрите, пожалуйста, на такое поле солнца. И закреплялись на груди с помощью либо лент, либо, допустим, как пояс, это мог быть кусок кожи с накладками, и две фибулы. Это такие брошки средневековые, да? Опять же, у дамы, вы видите, большое количество платков, и мы помним, что в моде скромность и смирение для дам в 13 веке. Аплодисменты, пожалуйста. И мы просим пройти на ресталище следующую даму. Пойдемте порадуем зрителей в той стороне. Дамы, за исключением головного убора. Вот прошу обратить внимание, такие характерные короны из ткани, они использовались очень широко в 13 веке. Дамы, которые были победнее, делали их из альна, допустим. Более богатые дамы делали их из шелка. Сверху мог быть молоко, как мы видим сейчас. И также были варианты сеточки, просто распущенными волосами. Длина волос, пожалуйста, посмотрите. Очень длинная. Очень входит это в контраст с современным представлением. Не так, как и песенок, каскадом. Суперобьюм, кармей. То есть вот так вот это все носилось. Тоже мы видим плащ, богатоделанный. Мы видим нижнее платье, поту, ремень. Тонки, ремень для 13 века. Это тоже достаточно характерно. Дамы, я прошу вас немного пройти по кругу, чтобы порадовать зрителей своим прекрасным видом, и чтобы все могли вас рассмотреть получше. В поведении они высылали черную ленту. Эта черная лента могла снимать очки вплоть до дисквалификации. Также дамы могли дать возможность рыцарям проявить себя как-то. Допустим, сегодня вы видели, что дамы бросали платки. Иногда была такая практика, что дамы могли послать кольцо рыцарю на квинтину, как вы это сегодня видели. Или рыцарь определенный, которого они хотели поощрить, снимал это кольцо или не снимал. И в том случае, если он выполнял упражнение успешно, ему начислялись тоже очки. То есть дамы активно вмешивались в то, что происходило на турнире. И от рыцарей ожидалось то, что они будут обращать внимание на суд дам, оказывать им знаки внимания различные, преклонять колен, снимать шапку. Это тоже все дамы за этим следили очень четко. И если рыцари не выполняли эти правила простые, то дамы могли их тоже штрафовать. Редактор субтитров А.Семкин